35 тысяч километров, 292 дня в пути, 50 регионов страны. Велосипед, ледокол, машина и пеший поход. Все это экспедиция Россия 2021. 3 марта 2021 года. Мы начинаем. Экспедиция Россия 2021 началась не совсем так, как нам хотелось. Торжественные речи и фото перед стартом, конечно, были, но подкачала погода. В Сочи в марте должно быть тепло, думали мы, но наше желание пришлось оставить при себе. Кажется, пошел град. Хорошо, что у нас есть слен. Под градом я еще не ездил. Прям даже интересно. Дождь, 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 так и с того дня сегодня. Подзатекала ботинки, зашивара. В целом настроение не повлияло. Любоваться сочинскими красотами в такую погоду было некогда. Хотелось поскорее сбежать от дождя. Но в первые дни быстро ехать не вышло. Вкатиться еще не успели. Горку мы взяли. Немного с трудом. Второй день сегодня крутится особо. Скрутиться не успели уже подъем сразу. Сразу вода бах и вышла. Не паришь. Я худею. Это лишняя вода выходит из моего организма. Друзья, в свете последних событий пришла в голову новая поговорка. На серпантине дохнут кони, ну а мы бессмертные кони. Сложность заключалась в том, что у нас очень крутой старт был. Почему? Потому что мы стартовали в Сочи. Это горные серпантины. Подъемы, спуски. Рюмзак весит более 30 килограмм. Для ребят это довольно сложно. Идет пятый день. В принципе, форму уже подбирают потихоньку. Я думаю, что еще пройдет неделя и все будет вообще хорошо. Шефу легко говорить. Он прошел на велосипедах десятки, да чего уж сотни тысяч километров. А среди нас есть те, кто впервые отправился в путешествие на двух колес. Для меня уже самый сложный этап был – это велосипедный. Сейчас я немножко уже втянулся в него. Тем не менее, конечно, трудности испытываю до сих пор. Вот первое море, на котором мы побываем в этом путешествии. Первое! Что готовим сегодня? Суп классический, который именно здесь, в ЛОО. Традиционный суп, который именно здесь кушают. Мы его здесь специально готовим. Это я только что придумал, так что можете даже не гуглить. Стартовало вместе с нами еще 15 человек. Прямо на трассах встречают люди, присоединяются на своих велосипедах и продолжают с нами путь по несколько дней. Потом опять же отъезжают. Основная команда – 11 человек. Собрались со всей страны. Уфа, Архангельск, Москва, Сахалин. Ну и краснодарцы. Куда уж без них. Эта дорога вдоль моря почти всем хорошо знакома. Но одно дело изучать ее из авто, а совсем другое – пробираться на велосипеде. За небугом стали отдохнуть, и я для себя открыл мост. Никогда его здесь не видел. Смотрите. А куда он уходит? Это старая дорога, видимо, была. Смотрите, как играют. Блеск. Это нас так встречают в Туапсе. Первое время удивлялись таким радушным приемом. Потом вошли во вкус. После сотни километров по серпантину хлеб с солью заходит на ура. Проверено. В Туапсе нас встретили. Просто бомба. С музыкальным сопровождением. Барабан. Молодцы. Спасибо. Такие экспедиции еще чем хороши. Нас пускают туда, где обычный турист никогда не побывает. В Анапе показали технополис Эра. Здесь разрабатывают новейшие технологии. Тут почти все секретно, но кое-что мы увидели. Казармы. Это гостиничные номера. Чайку попить, так сказать, это с видом на море. Панорамные лифты, летние кинотеатры, бассейны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все обветрилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы в Тамане. Здесь, куда ни глянь, везде виноградные поля, виноградники. Пару экскурсий в местных музеях, на раскопках. И мы на Крымском мосту. Останавливаться здесь нельзя, но ехать не торопясь никто не запрещает. Виды супер. Такого из окна машины не увидишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура где-то 2 градуса тепла. Ехать нам сегодня по навигатору показало 114 километров. Трасса Таврида великолепная просто. Идеальная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот помните, я говорил, что мы темп нарастили. Ехать стало приятнее, поравненнее. В Крыму все это пришлось забыть. Начался серпантин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За Феодосией говорили, что будут перевалы, затяжные подъемы. Они ничего не говорили, что будут перевалы хуже, чем в Сочи. Или лучше, чем в Сочи. Но они очень достижные и долгие. Вот этот, например, 4 километра. А-а-а! А-а-а! Это, кажется, я достигаю вершины. Вершины своей спортивной формы. Иногда так ноги забиваются ехать. Одно место встает, и идешь пешком, чтобы другие мышцы задействовать. Скорость та же, а энергия другая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри меня назревает конфликт. Потому что мне снимать это кино, когда я хочу где-нибудь остановиться, заканчивается тем, что я еду один в окна в поле в чистом. Меня никто не ждет. Какое может быть кино? Я фотоаппарат два раза доставал. Потому что некогда, б***ь, этого делать. Но вспылил немножко. С кем не бывает. Спешим на усталость. У нас очень хорошие, нормальные ребята, но стеснительные и безрукие. Такое ощущение, что их всю жизнь кормила мамочка с ложки. И они о манке знают только по рассказам маршака, или, извините, не помню, кто писал про манку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меню особым разнообразием не отличается. Курица до макароны. Сытно и быстро. Не до изысков. После дня кручения педалей одно желание – что-то съесть и в палатку. Всем спокойной ночи. И не открылось абсолютно все. А изнутри палатка мокрая? Да, кап. С этого внутреннего. Что-то почему-то скапало. И не тоже изнутри отламывалось. И падал. И падал, да. Да, ну и лица у нас. С такими в приличном обществе показываться нельзя. А что делать? На пути Артек и торжественные встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удочки везем со старта. На Кубани было совсем не до этого. А теперь новая проблема. Все каналы высушены. В Крыму закинуть удочку не удалось. Везде вот такая вот удручающая картина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как же так? Ну, такой вид, так прекрасно. И тут вот, вот оно, человеческое существование. Неужели так сложно было этот мусор сложить в пакетик? Ну, ребята, ну, блин, негодую. Негодую по этому поводу. Прокатились по Крыму и через Краснодарский край в Ростовскую область. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мостик тебе. Отлично. У меня в моем городе тоже такой есть. Мы его называем пьяный мостик, потому что он на понтонах. Когда по нему едешь, он качается. И как будто бы идешь слегка под шофер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Каминск-Шаштинский. Мы попали в сказку. Я даже не преувеличиваю, это невероятное ощущение, как будто бы ты крутил себе педали, вылет раз, и вдруг ты попал в сказку. Я даже не подозревал, что есть такие-то места. Можно, в принципе, с семьей заехать, отдохнуть. Говорят, что если 999 яиц тысяч соберешь, то... Покажут мультик. Покажут мультик. Прикольно, все для детей, наверное. Блин, весело. А вон зоопарк. А-а-а-а. Нам туда. Уже появилось такое желание обязательно приехать сюда с семьей, с детьми, для того, чтобы погулять по этому парку. Подобного в мире не существует. Я абсолютно серьезно говорю. Останавливаться надолго нам некогда. Шеф подгоняет, от графика не отходим. Тем более, всегда приходится учитывать форс-мажоры. Велосипеды начинают потихоньку усыпаться. Вчера мы поменяли еще одни тормозные колодки у Олега. У меня задние колодки тоже стерлись. И у Лены колодки тоже на подходе. Завтра мы их сменим. Проехали всего около двух тысяч. Но дождь, песок, пыль делают свое дело. По сухой погоде такого износа, естественно, не бывает. Это уж точно. Юг России нас промочил, поморозил и крепко продул ледяными ветрами. Теперь мы ехали строго на север. Уже отчаялись ждать тепла. Но ошибиться оказалось приятно. Солнышко лучистое, улыбнулось весело. Потому что с Олежиком мы запели песенку, песенку такую. Ля-ля-ля. Песенку такую. Ля-ля-ля. Когда солнышко светит, всегда настроение лучше. Ну и крутится легче.